Сейчас компания «Сумиагра» значительно пополнила свой ассортимент, в том числе и продуктами третьих компаний в силу известных причин. Но костяк нашего ассортимента по-прежнему представляют японские действующие вещества и формуляции. Сегодня мы не будем рассказывать всё о себе, мы сосредоточимся о наших предложениях, о зимом и поле. Но ваш авторитет и профессионализм не позволят нам обсуждать средства защиты растений, потому что наши продукты давно стали элементами полевых технологий. Разрешите нашему Андрею Николаевичу рассказать только о новинках питания и о трёх уровнях защиты зимового поля, в зависимости от производственной задачи и от вашего бюджета. Ну а в целом мы хотим сказать, что у нас регистрация продолжается, и есть в том числе уникальные несмесевые регистрации в этом году. И то, что было озвучено на Всероссийском агрономическом совещании, одна из задач – это достижение максимальной продуктивности агрокультур. Мы убеждены, что эта задача может быть выполнена, в том числе и при выборе наших продуктов. Спасибо. Разрешите представить вашему вниманию некоторые позиции из нашего портфеля, которые помогут вам получить хороший урожай с высоким качеством. Из этого списка препаратов мы сегодня остановимся друг на трёх, и то лишь очень быстро. Этот список мы собирали со всего мира, выбирали самое лучшее, что только есть, специально адаптированное под условия России. И, естественно, юг – тут самое главное звездно. Начнём с фосфонина флора. Мы по праву можем его назвать жидким фосфором. Содержание препарата 65% по, если по процентам, если по грамм на литрам, то более килограмма. Препарат очень тяжёлый, кислый, по аж 1,5-2. И мало того, что этот препарат – это не только питание, это ещё сильный фунгицид, поскольку фосфор содержится в виде фосфита. Фосфит – это такая молекула интересная, она передвигается по проводящей системе растения вверх и вниз, до самых последних корешков, до самой последней клетки, и не только питает, но ещё и оздоровляет. Поэтому применение этого препарата даёт ещё эффект усиления иммунитета. Кроме того, используя препарат, вы не нуждаетесь в посторонних подкислителях. Тут вы видите, как препарат убивает альтернарию, это на пшенице. Здесь изображено на питательной среде убийство возбудителей на картофеле. Поэтому фосфонин мы рекомендуем применять тогда, когда растению нужна срочная помощь, срочное фосфорное питание. Если оно из обычных удобрений достаточно долго, достаточно энергоёмко добывает фосфор, то в нашем случае фосфор потребляется растением уже на 30 секунде. Представьте, обработали растение, через 30 секунд этот фосфор уже в листе, в каждой клеточке. И полное усвоение фосфора происходит в течение 5 минут. Содержание фосфора. Второй препарат, который у нас очень интересный, это Сиаптон, аминокислотный препарат с содержанием 54% аминокислоты пептидов. Мы считаем, что этот препарат лучший в мире на данный момент, содержащий рекордное количество аминокислоты пролин и глицин, которые есть осмотики и которые защищают растения от неблагоприятных условий. В частности, в нашей зоне это, допустим, жаркая погода, высокая температура, иссушение, солёная вода, солёная почва. Это вот везде работает Сиаптон. Препарат высочайшего качества, срок хранения его 5 лет. Он никогда не выпадает в осадок на дне канистры. Третья позиция, которую мы хотим показать, это усиление предыдущей схемы препаратом ритоцел. Препарат вам хорошо знаком многим. Я вижу, что тут много людей, которые его применяют. Это хлор, микват хлорид, регулятор роста. Он укорачивает междоузли и позволяет клеточным стенкам становиться толще, и стебель толще. Поэтому полегание хлебов не происходит, даже во время налива и очень большого урожая. Прежде у нас вместо препарата фосфонин был продукт басфалерактив, который широко пошёл в производство. У нас есть его большие знатоки. Компания наша любимая ООО «Энергия». Эта схема Сиаптон басфалерактив была ими применена в производственном масштабе. Это давало хорошую прибыль. Но мы нашли ему альтернативу. И эта альтернатива в виде фосфонина оказалась более интересной. На экране вы видите все наши препараты, которые мы можем предложить как инструменты на пшеницу. Часть из них новых. Открою небольшой секрет. У нас на подходе на будущий год просто сверхинтересные препараты. И, естественно, три варианта применения наших продуктов. Первый базовый – это фосфонин. Мы его применяем в обычных стандартных условиях, когда хотим дать быстрый старт растению. То есть фосфор в каждую клетку – это девиз фосфонина. Вторая позиция – интенсив. Добавляем Сиаптон. Можно тут, в принципе, даже 0,5 литра, даже 0,3 литра будет работать. То есть у нас есть опыт, когда мы вообще экспериментировали сверх минимальной нормы и фосфонина, и Сиаптона. Буквально по 140 грамм. Не фосфонина, а бацфолерактива. По 140 грамм на гектар. Это давало очень большую прибавку. До 8 центнеров. Так вот, второй вариант интенсив. Мы рекомендуем, когда растения подмерзли, или сильный мороз, или там надо срочно стартануть. И третий вариант – это у нас для отличников. Вы тут все практически отличники. Это ваша тема. То есть добавляем ритоцил. Вот, в принципе, такая информация. Готовы ответить на вопросы, готовы к сотрудничеству. Информацию можно посмотреть на сайте. Мы открыты. Спасибо. Цена какая? Значит, по цене вопроса у нас есть все дилеров. Вот, например, тут у нас Биоградсервис, есть Росаградсервис. Это как бы конкретные переговоры под конкретного клиента и под конкретный заказ. Поэтому цена нормальная, она окупается кратно. Вот в нашем опыте мы шестикратно окупали затраты на фосфонин, допустим. А еще вопрос. Да. А где-то в таком бумажном носителе есть вот этот? Ну, бумажном есть на стенде у нас, да. И кроме того, мы сейчас будем каталог наш совершенствовать. У нас выходит еще 15 препаратов новых, и мы это все туда будем помещать. Можно взять его? Можно, да. Вот наш стенд сзади красивый такой. В интернете? В интернете обязательно, да. Топсин, топсинный в продаже будет. Ой, это моя любимая тема. Да, будет, он есть в продаже. Вот тут все свои, да, можно сказать. Топсин – изумительный препарат. Его можно с удовольствием применять. Самая ранняя первая выработка по пшенице – это топсин. Не боится он низких температур. И, кстати, тут было заявлено, что гибелину никто не берет. Вот заявляю, топсин берет гибелину и превосходно. В энергии есть опыт внесения топсина вместе с кассом, ликвелайзером, прямо в корень. Вот человек, вот директор генеральный, не даст соврать. Превосходно, превосходно. Ничего не мешать, просто в чистом виде, шарах литров и пошло. Очень красиво получается. Не даст соврать генеральный генеральный? Не даст. Ну, мы работаем с нами и компанией. Ну, и в частности, с УМИА. Не знаю, она уже больше 10 лет, лет 15. 18. 18 лет она работает. Ну, хочу порекомендовать опытные специалисты. Все, что они нам предлагали, мы не жалеем. Единственное, спасибо только партии правительства за то, что она пшени на пшеницу ввела. И теперь надо заниматься экономикой. И еще раньше там сильно не жаровают. Но теперь надо еще там больше выжиматься. Ну, еще раз хочу сказать, что компания, как бы все профессионалы, специалисты, даже если ты задаешь вопрос, они не могут ответить. И даже по всему миру, или в связи. Ну, это просто были вопросы, и мы производством риса занимаемся. Поэтому, ну, по рисунку, кажется, чтобы спросить не у кого, тем более в наших условиях. Мы сами северный рис в мире. Бывали вопросы, задавали. Ну, получали ответственность на корабли. А также дают рекомендации на основе анализов почвы, влаги. И сами приезжают, смотрят. Ну, мы вот в красе такой немножко... Ну, три года назад, помните, три волны была заморозка. Ну, под минус 12 у нас, как раз. Три краснотарь, везде много зацепила. И приехали, как раз, они на осмотр полей. Ну, и с ними тоже есть у людей кандидаты, и доктора у них наука. И женщина одна говорит, давайте посмотрим, вот морозы. Да что, смотрели, поехали. Ну, давай, просто. Ну, давай. Там сынаря как раз были, срезали, там, допустим, 10 таких основных стеблей. Уже тут пришли за трубку пошла. Ну, она срезала, там, разрезала, там, лезвие, там, тыры-пырылся. Ну, и мне говорят, вот смотри, вот 10 побегов, из них 9. Отмезли. Ну, там, было видно, что кончик белый. Ну, на одном был зеленый. Ну, я говорю, агрономно, так, загонять давай на свал и крутили. Коров хоть покормить, хоть что-то. Ну, я думаю, хоть что-то взять. Говорит, давай не будем спешить. Ну, давай, опытный, агрономный, ну, давай. А был 40, Таня, по парам серии. Ну, прям вообще масса была, да, осень была. Ну, в турбокце 50 раз, ну, не знаю, на 60, на 70, ну, если бы тут морозовое было. Может быть, больше не было. Ну, короче, ну, давай, не будем, давай. Ну, что будет такое, думаю, по тем временам, думаю, там, 30-40, там, получили. 25, думаю, ну, хоть что-то, хоть в ноль, там, хоть минус будет, не по-какому, там, жирный. Ну, короче, убрали 45 центеров. Так что, человек не полетился, приехал, я говорю, да, что там резать, поехали. Нет, все-таки разрезал, и говорили, ну, как заключение, как-то. Да, мы хотя бы знали, что такое, что так происходит. Спасибо, Владимир Васильевич. Так что, всем рекомендую, компания, не хуже других, там, все там, трезвые, давно работают. 18 лет работаем, не живые. Спасибо большое. Ну, вот у нас для своих есть на 6 тысяч гектар этого басфайлер-актива. Для своих. Ну, вот у нас для своих есть на 6 тысяч гектар этого басфайл-актива. Ну, вот у нас для своих есть на 6 тысяч гектар этого басфайл-актива.